телефончик мой перегрелся перегрелся мой телефончик вот повторю то что повторяла то что говорила видимо от ламп ему стало плохо не знаю кто из вас как оценит то что услышал каждый из вас кристина привет каждый из вас поймет что-то что хочет вот не слышно каждый увидит то что сейчас я сделаю то что захочет увидеть но я хочу чтобы мой опыт который я сейчас прохожу сейчас я сделаю подставочку чтобы он кому-то пригодился вот что потому что я увидела не необычайное количество женщин у которых откликнулась моя ситуация вот и пусть смотрит все слышно и видно вот поэтому опять же говорю я никого не обвиняю никого не собираюсь там поливать грязью я рассказываю правду это правда которая была со мной вот правда которая была со мной которая так или иначе у меня произошла и я всегда в своих советах совет юлии салибековой такой хэштег я всех призывала ставить на первое место мужа вот я помню как многие девочки кричали что юля нет нет но я тогда еще к этому не пришла что вот действительно правда надо все-таки любить себя первую очередь ты люди могут отвернуться это их выбор это их уровень это их это их ступень сегодняшняя до могут не отвернуться а ты у себя останешься всегда психологу я хожу психолога я последний последний раз когда была у психолога она мне сказала она молчала сказала юль ну ты и так все знаешь на меня она удивилась моему скачку и скачку в развитии и я тоже считаю что вся эта ситуация которая произошла она меня заставила развиваться это тоже очень здорово я знаю что впереди вот даже сейчас вы пишете мне я остываю я отвлекаюсь на вас не так так здорово от этого впереди у меня только что послужило последней капли но если вы хотите эту грязь я могу вам рассказать это будет грязно сразу говорю потому что это все бытовое последняя капля ну сами вы знаете что вот эти поездки все где вся семья приезжает это все я такая вот хорошая сноха но хороший никто так и не называл принимали там когда бокалы челкаются юля молодец стол приготовила юля молодец все круто но когда я увидела откровенное пренебрежение неблагодарность в тросе вот и даже с той же самой сестрой которая затыкала лучше в ресторане я просто уже не выдержала ребят я просто уже не выдержал я понимала что нам не реклама отеля висит мне нужно все отработать никто совершенно что вы понимали не помогает с детьми и тигран мне так и говорит юля это наши дети не очень многие девочки кстати писали когда я сказал такую фразу что у меня приняли в семью она горда у нас принимают в семью но невестка должна что-то с этого так пошел эфир телефон перегревается не привык мой телефон к таким прямым эфиром сейчас пошло да может быть кстати за лайков зависает пошло отлично на чем я остановилась ну вот вся эта ситуация с неблагодарностью не всегда тигран говорил когда я говорю тиграну нам мне нужна помощь и действительно очень стали стало тяжело когда родился баграт трое детей это и правда не легко когда ты еще и работаешь это действительно очень тяжелое тяжелое испытание и я просто очень сильно нуждалась поддержки свекрови но она мне сразу дала понять но так типа баграт он мамки все все дала понять что она не собирается вот ну а ездить по ресторанам по морям все собирались и когда я сказала что я там из-за вас психологу сходила давайте давайте как-то это решим потому что когда мы собираемся вместе я вижу вот такую картину вы вчетвером сидите пьете вино вчетвером это тигран сестра отец и мать а я занимаюсь детьми в этот момент обычно что-то готовлю или помогаю и делаю рекламу то есть я работаю у меня эта ситуация не устраивает если вам как бы не очень приятно мое общество хотя прямую никто не говорит у них всегда все молчат они молчаны вот то возьмите хотя бы багратика на колени дайте мне отдохнуть будьте благодарны вот вот в этом меня тигран всегда останавливал я не сдержалась именно на море я не сдержалась мне потом свекровь сказал что я очень хитро и жужелицы собрала их как 10 негритят да нет на самом деле я просто в этот момент поняла что я могу себе позволить это сказать потому что я не у них квартире ну вот скажи я у них квартире куда мне это же надо сейчас стать вещи собрать и уйти правильно у себя в квартире это же мне как потом постель постелить после этого вот поэтому ну поэтому вот так и опять же я не считаю может действительно там такие традиции там так нужно но потом после этого разговора моя свекровь объявила мне войну я я этого честно сказать не ожидала это был для меня удар очень сильный я не ожидала что на самом деле ко мне относятся именно так я начала прокручивать я начала сопоставлять ну и вот пошло поехало это напряжение на протяжении всего полугода конечно но копилась конечно же тигран как сын тем более очень привязанный к своим родителям он очень реагирует и я поняла вот пишет была бы ты душка которую выбрали родители все равно там то наверное просто может традиции может что-то как-то я не знаю но я поняла что уже хватит мне подстилаться уже у меня пошла проблема и по кастроэнтерологии я лечилась и у меня уже пошла психосоматика на почве того что я чувствую несправедливость к себе я вынуждена это молчать я поняла что мне надо все таки это кольцо разрывать разрывать и сейчас будет очень много грязи сейчас будет очень много я не знаю но если они по сумму позволят себе детей забирать но это же будет грязь и война это будет ужасно и я думаю что люди конечно они может быть где-то со своими погремушками как я в принципе но я не думаю что они такие не скопавшие люди потому что все равно все получат по заслугам вот так я скажу я тоже не пальцем делана скажем так да поэтому прихожу к себе вот так и прихожу к себе открепляюсь от всего того что мне навязывалось эти годы я очень благодарна тиграну знаете за что я раньше очень сильно материлась прям бендюшник он меня отучил он очень многому меня научил что направлено именно на внешне и я всегда смотрел на него думаю у него очень классные советы этого не отнять да но во внутрь даже не заглядывает мне всегда это настораживало пугало и я как бы понимала чем пахнет он сконцентрирован на внешне внутренние пока что недосягаем а я очень много работала на внутренние вот и получается так что у нас так как вижу сейчас я по-разному все вот я понимаю что у каждого свое мнение вы сделали популярными хоть за это будут благодарны мне уже ничего не нужно от этих людей я благодарна что помогала с внуками хотя когда я сидела у психолога и говорю мне тиграна мама помогла с раланом она говорит юля вообще-то это ее родной внук единственный первый ну как бы это само собой разумеющийся это так как вот я приехала там ей помогла если думаете что я там ничего не делаю только говорю много просто меня удивляет что люди этого не видят не замечают и як с горостью вы признаю что и тигран очень многого не замечает хороший ли тигран отец вот он вчера мне писал я плохой отец я не знаю он молодец что он у тиграна у него все на внешности висла дети отжимаются вот дети там красиво сидеть даже есть да это все круто но вот допустим у нас последнее время уже ладно трусы вам покажу все у нас последнее время было очень много перепалок на почве воспитания то что я крут игра ну ну елку детям надо купить вот он говорит ты много делаешь и ты из-за этого устаешь у нас конфликты елочки говнёвочки гурну елка нужна мне мой муж говорит мне не нужна елка я буду да блин тебе не нужна но у тебя трое детей тебе может вообще много чего не нужно но им нужно памперсы те тоже не нужны но им нужны понимаешь всегда у тиграна и один ответ мужчины это мне занимаются подарки мужчины не дарят не детям это не мужское я говорю откуда ты знаешь мой папа так не делал у нас так нет откуда тебе знать ты инвалид у тебя не было отца и мы никак не могли к этому прийти мы ни к чему не могли прийти потому что у меня моя точка зрения что все-таки мужчина делает какие-то определенные моменты вот а у него своя точка зрения и ригидность загуглите потом и ригидность отключить коменты почему они меня поддерживают вот ригидность это ну как шор человек только видит то что ему навязали и из-за то отлить отсутствие личностного развития он выключить комментарий тогда вот он не видит он конечно сейчас подумать что я вылила на него грязь в принципе как они все но просто я вот поняла что ситуация в этом хороший ли он отец при том что у него такое такие сильные шоры и он не слышит что происходит ну наверное если бы он был таким прям супер отцом я бы наверное еще потерпела бы он добрый человек последнее время после этой ссоры он даже не подходил к детям потому что он очень сильно переживал вот эти все качели с матерью он закрылся очень давно он закрылся и сидел здесь вот этой комнате вот здесь на этом месте у него какие-то свои интересы появились у меня свои это не отнимало того что у нас полнокровные отношения и как мы любим друг друга да но где любовь там где есть любовь там мне кажется нет места предательству может быть это не любовь нет понимания того что это предательство это настоящее предательство на мой взгляд так комментарии ваши мне помогает на них смотрю что такое иди скажи мама сказала и да вкусненько иди иди вот сейчас из-за того что он уже так много играл даже больше меня потерпи чуть-чуть сейчас я приду вот и сейчас у меня такое знаете чувство вины по отношению к детям из-за того что они смотрят много мультиков потому что я просто не успеваю я нахожусь в каком-то сейчас таком состоянии что я хочу сидеть и смотреть в одну точку отключить лайки да давайте отключим лайки выключить вопросы выключить а как отключить лайки вот выключить коменты только можно не ставьте лайки пожалуйста и у меня сейчас такое чувство вины что дети много смотрят мультики я ставлю мультики потому что я мне очень тяжело сейчас даже потушить капусту мне так тяжело я даже не знала что так будет я не жалуюсь я просто делюсь с девочками которые может быть и хотят такой шаг сделать в своем жизни своей жизни и чтобы они как бы были готовы что будет какой-то период когда ты должна погоревать и перестрадать конечно если надумаете что-нибудь решать в своей жизни наверное нужна страховка вот они играют телефон то против чего мы всегда говорили с тиграном потому что я я питаюсь поддержкой питаюсь сейчас поддержкой и подписчиков и моих подруг я я увидела оказывается сколько у меня близких людей сколько близких людей готовых помочь подставить плечо могу без слез говорить это так ценно это люди знаете не те которых я когда-то вот так держала на коротком поводке чтобы что-то получить так иногда люди делают а те которым просто мне было приятно когда-то помочь даже я считала что я даже ничему не помогла им просто там какое-то доброе слово просто где-то утешить и они все сейчас как цвет вышли и это так ценно вот вы знаете вот это я все делаю это все происходит и мне тут пишут какая-то глупая я несу ответственность за свои действия если я в конце концов пойму что я такая дура и осталась возле разбитого корыта то это будет мой личный опыт я осознаю я осознаю что это тяжело мне так горько знаете от чего что вся эта ситуация убивает любовь она убивает любовь я потом больше не смогу я больше потом не смогу так любить его а он поймет он обязательно поймет но у меня уже все выгорит это будет его выбор это будет мой выбор это будет выбор каждого я вчера чувствовала как горит внутри горит огнем горит не моя обида а горит и я чувствовала как выгорает то построенное во мне и это это такое как бы сожаление о том что оно теряет теряется все что на чем плыли и все вот так вот оно рассыпается и опять же никого не виню просто пришла пора вот так пришла пора идти дальше вот так я знаю что я сейчас какое-то время немножечко посижу оклемаюсь я хочу планирую с Катей увидеться вот Катя приедет ко мне на новый год тигра наверное будет отмечать в той квартире где он сейчас живет вот потом он сам мне предложил попросил детей отвести я не буду сейчас я посмотрю как будут вести себя мои родственники если они будут вести себя достойно то в принципе я так решу в принципе никаких препятствий в общении с детьми не будет если конечно будет развиваться тот сценарий о котором вы мне писали что может быть то конечно же это очень печально тяжело и это ну это вообще не о чем сейчас подождите что м тоже важное нет надо сделать с прием втором или здесь я